Они планировали подчинение белорусских земель, украинских, литовских земель. Воспринимался этот договор как несправедливый. Для белорусского народа, безусловно, это несправедливый договор, который отнимал значительно, практически половину территории Белоруссии. Они не сопротивлялись приходу Красной Армии. Наоборот, встречали, встречали очень положительно. Историки, они как воспринимали Западную Белоруссию? Как крессы, крессы всходные. Безусловно, происходил процесс полонизации. На это была направлена государственная политика. И, безусловно, власти Польши в этом были заинтересованы. Западная Белорусь воспринималась, в первую очередь, как сырьевой предаток. Сырьевой предаток Польши. Позиция Пилсудского была однозначной. Нет. В первую очередь, полонизация. Белоруссия-Квартузская, этот лагерь, пытаются иногда уйти от этого вопроса. Особенно мои польские коллеги. Но, тем не менее, это был лагерь. Вот как раз единично вспоминали те, кто поддерживал польскую власть. Их подозревали со связи с дефенсивой польской тайной полиции. Они мечтали, они хотели для того, чтобы день 17 сентября стал таком признанным красником, который объединял бы всех белорусов. Александр Геннадьевич, добрый день. Добрый день. В 1921 году был подписан Рижский мирный договор, согласно которому Западная Беларусь перешла в состав Польши. Сегодня хотелось бы поговорить с вами о том, какие процессы происходили на территории Республики Беларусь и начать разговор о том, какие договоренности были прописаны в этом документе. Как со стороны Польши, так со стороны РСФСР. Рижский мирный договор был результатом, итогом фактически польско-советской войны. Война, которая была навязана Советской Россией, война, которая шла за территорией, война, которая была в планах польского руководства, той Польши, которая возродила свое существование по итогам Первой мировой войны. Понятное дело, что у среди политических элит Польши была популярна идея восстановления речи по спорту. То и речи по спорту, которую они помнили по воспоминаниям своих предков, тех магнатов, шляхты речи по спорту. И надеялись, что и сейчас они смогут восстановить ту страну, большую страну, которая была в границах до 1772 года. И понятно, что в определенной мере действия элит, польских элит, были нацелены как раз на геополитику достаточно широкую. Они планировали подчинение белорусских земель, украинских, литовских земель. Но, тем не менее, по итогам Первой мировой войны, как самостоятельное государство, образовалась Литва. В подписании договора участвовали Советская Россия, Украинская СССР. Советское руководство Советской Беларуси, оно часть своих полномочий по подписанию данной ситуации Рижского мирного договора передало российской делегации. Но, тем не менее, можно так сказать, что, в общем-то, по большому счету, у белорусского народа никто не спросил, согласны? Как согласны? Устраивает ли? Понятно, что и Советская Россия, и Советское руководство Беларуси не очень было удовлетворено итогами и подписанием данного договора. Потому что по тем действиям, которые предполагались, предполагалось, что воспринималось отчасти как временное, как вынужденная мера подписания. Воспринимался этот договор как несправедливый. Для белорусского народа, безусловно, это несправедливый договор, который отнимал значительно, практически половину территории Беларуси. Половину тех земель, которые были достаточно развиты в экономическом плане, они уходили в состав Польши. Во время переговоров обсуждались многие вопросы, как территориальные, так и в целом, каким образом, как должны жить национальные меньшинства в составе Польши. И польская сторона во время многих консультаций брала на себя обязательство соблюдать национальные права белорусов, украинцев. Но, как показывает опыт о следующем, в целом, эти договоренности не были соблюдены. Не в плане возможности национального культурного развития, не развития школы, образования. Эти договоренности только в первые годы было какое-то попытка понимания, попытка заигрывания. Но здесь, очевидно, одним из факторов стала та ситуация, которая сложилась на территории Западной Беларуси в первые годы после Рижского комбината договора. То есть тот протест, то сопротивление со стороны населения Беларуси, то фактически партизанская война, которая шла, активизация национального движения, революционного движения, как на территории Беларуси, Западной Беларуси, так и на территории отчасти и Западной Украины. Хотя польские элиты, они были неоднородны, потому что была позиция Пелсуцкого, который не уступал ни в каких национально-культурных проектах. И была позиция отдельных представителей польского политического руководства, которые допускали возможность вести образование на беларусском языке. То есть они считали, а давайте мы дадим такое право для того, чтобы, возможно, несколько ослабить накал общественно-политическое напряжение, которое существовало на территории Западной Беларуси. А оно было. Понятное дело, что вооруженная борьба, действие с партизанским формированием, это не было десятки тысяч. 8-10 тысяч. Были различные акции нападения на полицейские участки, на представителей власти польской. Были. И достаточно активными были, особенно до 1925 года. Позднее вооруженная борьба, она как бы отходит на второй план, и в большей степени появляются возможности подпольной деятельности, деятельности подпольных организаций, в первую очередь коммунистических организаций, комсомольских. И, безусловно, нельзя не вспомнить беларусскую крестьянскую рабочую громаду, которая стала за очень короткое время, за буквально в течение года, даже меньше, стала крупнейшей в Европе крестьянской партии. Около 120 тысяч человек. Массовая организация. Для Западной Беларуси это массовая организация. 120 тысяч. Это очень много. Это говорит о том, какое отношение, какое восприятие было у людей, если они поддерживали, массово поддерживали такие организации. Беларусская крестьянская рабочая громада, понятно, она находилась под сильным влиянием КПЗБ. Это факт, но люди поддерживали. Для них была популярна идея, образ Советской Беларуси. Для них было популярным. И участие в подпольном движении, в тех ячейках КПЗБ, комсомола Западной Беларуси, оно было достаточно значительным. И, опять же, если вспоминать, какое было восприятие у людей, они воспринимали польскую власть, межвоенные Польши на территорию Западной Беларуси, как освободителей, они воспринимали их, то, что это их власть. Нет, этого не было. Я не встречал. Они поддерживали деятельность коммунистических ячеек, комсомольских ячеек. Они иногда не разбирали, что такое коммунизм, что такое политические идеи, которые были связаны с марксизмом. Но для них важно было образ светлый восстановить власть, власть народную. И для них такое было восприятие. Это были в основном молодые люди. И они это воспринимали позитивно. А давайте возьмем 1939 год. Если это власть, поляки говорят иногда, это же была не оккупация. Но если это была не оккупация, это была та власть, которая была для них фактически родной. Белорусы – это такие люди, которые бы начали сопротивляться. Так нет же, этого не было. Они не сопротивлялись приходу Красной Армии. Наоборот, встречали, встречали очень положительно. Встречали с цветами. Было ли сопротивление приходу Красной Армии? Советской власти не было. Восприятие людей, их народная память. Каким образом они воспринимают вот эти все события межвоенного периода? Они могут вспоминать, было ли колбаса на полках. Но самое главное, как они воспринимали власть и отношение. Отношение к подпольщинюкам. Это было их. И то, что они сопротивлялись, и это было достаточно значимое сопротивление. Вот это подчеркивает отношение. Понятно, что не все 100%. Были те, которые были за польскую власть. Но их было абсолютное меньшинство. Да, это было часть католического населения. Позднее, когда, понятно были, проекты не реализуются в полной мере со стороны польской власти по полонизации, были расширения попытки переселения, попытки расширения присутствия осадников, тех людей, которые фактически выступали в роли колонистов, но и в то же время выполняли определенные полицейские и иногда управленческие функции. То есть бывшие уволенные солдаты, они выполняли определенную функцию здесь, на территории Западной Беларуси. Они чувствовали себя здесь, что их поддерживают. Я не думаю, что это было в полной мере так. Важно иногда не только слышать оценку политиков, историков, а иногда вспоминать, как эти события отражались в народной памяти. Народ не обманешь, а народ был за воссоединение Западной Беларуси. Это было абсолютное большинство. Я хочу сказать, что само восприятие этого периода среди польских исследователей, историков, очень часто, неважно, какую направленность политическую имеют, или связь, какие для них симпатии более актуальны. Историки, они как воспринимали Западную Беларусь? Как крессы, крессы всходные. И когда им говоришь, ну это же не очень уважительно в отношении Беларуси. Ну, мы так привыкли. Но, простите, мы же не позволяем себе какой-то не очень уважительно в отношении Польши или населения больше. Второе. Часто звучит такое предложение. А давайте будем смотреть, что не было польской оккупации. Мы же столько столетий жили вместе. Речь Посполитая. Мы же вместе были. Мы же вместе были в Российской империи. Уже не было конфликтов. Ну да, войн, конфликтов не было. Но, польско-советская война, она некоторые процессы обнажила. Это была оккупация. Конечно. Это была польская оккупация территории Беларуси. Об этом писали и современники, и белорусские национальные деятели. Неважно, какой были они ориентации. Если взять брошюры того времени, они однозначно пишут. Польская оккупация Беларусь. А если отрицать польскую оккупацию, тогда можно признать, что и решительный мирный договор был справедлив. А как он был справедлив для белорусов. Поэтому это такой достаточно сложный процесс, болезненный. Но, тем не менее, для нас важно сохранить нашу правду. Правду об истории, правду о тех событиях. Правду во имя тех людей, которые участвовали в движении. Которые даже жизнь свою сложили во имя светлого будущего своего народа. И это действительно так, действительно важно. Действительно важно помнить все это. Потому что этот период, он такой, очень иногда сложно восприятие. Но, тем не менее, есть те вещи, оценка которых для нас не может быть пересмотрена. Если говорить с 1921 по 1939 год. Какие процессы происходили в Беларуси? Именно процессы ополячивания, процессы полонизации. И, может быть, какие-то примеры можете привести. Безусловно, происходил процесс полонизации. На это была направлена государственная политика. И, безусловно, власти Польши в этом были заинтересованы. Для них важна была Польша. Такая задача не сохранения, скажем, поликонфессионального состава. Или уважения прав других этнических групп. Здесь, в данной ситуации, об этом речь фактически не шла. Понятно, что польская власть была заинтересована усилением польского влияния. Для того, чтобы это было именно польское государство. И понятно, что все те мероприятия, которые проводились, они проводились с этой целью. В начале 20-х годов в Западной Беларуси были белорусские школы. Их несколько сотен было. Начальных школ. Было две учительские семинары, которые готовили кадры для этих школ. Было восемь белорусских гимназий. Но в течение 20-х годов они все практически были закрыты. Действовало творчество белорусской школы, которая, опять же, выступала за щиту белорусского языка. Но, тем не менее, его деятельность была также ограничена. А уже в 30-е годы оно прекратило свою деятельность. То есть здесь достаточно четко последовательность проводилась политикам распространения польского влияния, влияния польской культуры. Понятно, что, ну, надо учитывать то, что возможность какого-то социального, карьерного роста, социального роста могли иметь люди только те, которые принимали польскую веру, то есть католическую. Те, кто принимал польский язык, польскую культуру. И воспринимал себя отчасти где-то в чем-то, ну, по крайней мере, лояльно в отношении Польши. Только они могли чего-то достичь. Могли рассчитывать на какое-то участие в управлении, хотя это возможности были крайне малыми. И даже процент участия белорусов в управленческих структурах достаточно невысокий по сравнению с тем процентом, который был белорусское население в межвоенной Польше. Надо сказать, что территория Западной Беларуси, если исходить из данных статистиков Российской империи, то абсолютно большинство населения, более 65% Западной Беларуси, население Западной Беларуси, даже с учетом Белосточины, Велинщины, той части Велинщины, которая сегодня находится в составе Литве, это было «Беларусы». Это перепись 1897 года. Многие польские исследователи спорят с этими данными. И говорят, это неправда. Не учитывалось мнение польского. Не занижены данные о удельном весе поляков. Я бы сказал, что российская статистика Российской империи на то время, она достаточно была продумана. И я не думаю, что здесь была фальсификация в отношении процентного удельного веса поляков. Опять же, я могу сказать, что переписи населения, межвоенные Польши, они занижали удельный вес белорусов. И это как бы то мнение, которое, аргументированное мнение существует среди белорусских исследователей. Можно сказать, что да, отчасти многие такие люди были, которые принимали то, что я говорил, для того, чтобы достичь каких-то социальных высот, они принимали польскую культуру, польский язык. Было такое даже анекдотичный случай, что в Бресте до прихода Красной армии все говорили на польском, после прихода Красной армии стали говорить на русском. Ну, я не буду утверждать, что это было именно так, но конформизм в определенной мере существовал, и, возможно, это отразилось отчасти, отчасти только в переписи. Но, опять же, абсолютно большинство населения было белорусское, не поляки. И это беспокоило польское руководство. Именно поэтому они весьма последовательно проводили процесс полонизации. Если все так хорошо, зачем такая активная политика, активная, достаточно агрессивная в отношении белорусских национально-культурных организаций, в отношении белорусского движения? Если все так хорошо, на самом деле не все так было хорошо. Белорусское движение, оно было достаточно популярным и имело поддержку. В целом, Западная Беларусь, до включения в состав Польши, это регион, который имел достаточно, был развитым в социально-экономическом отношении. Хотя бы взять Гродненскую губернию, бывшую Гродненскую губернию, а позднее это фактически Белостоцкое воеводство, включая Гродненщину, это был один из наиболее развитых регионов Российской империи в промышленном отношении. Благодаря русскому капиталу и запретительных тарифов со стороны правительства Российской империи развивалась промышленность. А что было в межвоенный период, особенно ближе к 1939 году? Было ли в Западной Беларуси серьезной продвижкой в развитии промышленности? Старт у Западной Беларуси был более весомый, чем у Восточной. А к 1939 году, если брать промышленные отношения, то Восточная Беларусь превосходила Западную в разы. Здесь преимущественно было ремеслено, кустарное производство, мелкие предприятия, и наиболее значимые, которые существовали, которые были признаны, даже были победители на международных выставках, то есть то, что связано со спичечной, табачной и многими другими отраслями промышленности, их просто старались эти производства ликвидировать или перенести на территорию Польши. Те предприятия, которые продолжали деятельность, они попадали под влияние польских банков, польских синдикатов. Все было направлено на то, чтобы развивать, в первую очередь, польскую экономику. Это объективно. Объективно то, что Западная Беларусь воспринималась, в первую очередь, как сырьевый предаток. Сырьевый предаток Польши. Использовалась сельскохозяйственная продукция. И понятно, что очень многие не могли себе из западных белорусов найти себе работу. И путь от лишений, путь от безработицы был один. Они выезжали на заработки. Трудовая эмиграция, она была достаточно значимой. И выезжали, в том числе, страны Европы, но в первую очередь США. То есть трудовая эмиграция была достаточно весома для людей, для того, чтобы иметь возможность прокормить себя, семью. И для жителей Западной Беларуси, безусловно, это присутствовало. Ну и национально-культурная ситуация, она была не очень благоприятствовала для белорусов, для украинцев, для литовцев, для русских, для евреев. Не было такого, чтобы говорили, вот вам возможности, развивайтесь, как вы хотите. Но не было такого. К сожалению, не было. Польские власти, они по-своему воспринимали свои задачи. Хотя, опять же, среди лидеров польского государства, среди элит были разные мнения. В том числе и раздавались предложения все-таки дать возможность развивать образование, культуру. Но, тем не менее, позиция Пилсудского была однозначной. Нет. В первую очередь полонизация. Хотя, Пилсудский уроженец Беларуси. Корни отсюда. Но позиция была однозначная. Он не поддерживал белорусское движение. Более того, когда белорусские национальные деятели, которые допускали возможности, «А вдруг нам удастся о чем-то договориться?» Этого не произошло. Неподдержанно было. А что касается православной церкви? Какие этапы проходили? Главной церкви была, конечно, католическая церковь. Она в первую очередь. Но и позиции православной церкви были более угнетенные. Она более подчиненная. Она не была на первом плане. Понятно, закрывались храмы, православные храмы. И вот те документальные фильмы и те даже художественные экранизации событий Запада берутся, показывают о том, что пытались закрыть, не дать возможность православным верующим иметь возможность богослужения в соответствии со своими паритетами, со своими обрядами православными. То есть здесь была достаточно жесткая позиция. И понятно, что что-то удавалось сделать. Но тем не менее, не стало то, что население стало массово католическим. Вот не произошло массовой полонизации. Но не стало все население католиками. Несмотря на то, что имелась государственная поддержка. Это опять же, как люди воспринимали эту ситуацию. Какой выбор они делали для себя. В 1934 году в Березе-Картузской, именитое город Береза, был создан лагерь. Можете рассказать подробнее, что там происходило, кто там содержался? Ну, Береза-Картузская, этот лагерь, пытаются иногда уйти от этого вопроса. Особенно мои польские коллеги. Но тем не менее, это был лагерь со всеми атрибутами, колючая проволока по периметру, вышки с охраной. Достаточно жесткие условия содержания. Маленькие камеры, куда запихивали больше людей, чем могло быть в этой камере. Пол специально иногда поливался водой, для того, чтобы не могли сидеть люди. Холодно было. Условия были очень тяжелые. Этот лагерь был создан для тех, кого в несудебном порядке можно было изолировать. Были достаточно жесткие условия. И 1934 год, это не случайно, накануне был убит министр, польский министр, был убит представители украинских формирований, которые были не согласны с политикой полонизации. польские национальные, националистические организации. И понимая вот эту ситуацию, что она нерегулируемая, до конца не удается достичь тех результатов, которые хотелось бы у польского руководства, был создан этот лагерь, куда могли отправлять и представителей белорусов, и литовцев, и русских, и украинцев, всех. Три месяца по решению полиции, по решению воеводского руководства. Само руководство лагеря могло продлить еще содержание на три месяца, например. Некоторые из, в том числе, белорусских национальных деятелей несколько раз бывали в Березе Картузской. Из таких наиболее известных это Федор Марков. В будущем один из руководителей партизанского движения в Западной Белоруссии в годы Великой Отечественной войны Евросоюза. Он находился там, да и не только он. Многие. В целом где-то через лагерь прошло приблизительно по счетам до 10 тысяч человек. Но когда мы говорим про Березу Картузскую это 30-е годы. А в 20-е годы где содержались лидеры белорусского национального движения? Мы должны помнить и о тех политических тюрьмах, которые создавались. Вилейко, Лукишки. Можно вспоминать о их судьбе, каким образом и люди боролись. Поэтому конечно то, что сегодня мы говорим о Березе Картузской, мы должны об этом говорить. Мы должны создать полноценный мемориал. Мы должны создать полноценный мемориал тем, кто содержались и в других местах содержания, политических заключенных по терминологии польского руководства, то есть те, которые боролись против польской власти, против той власти и которые боролись за воссоединение Западной Беларуси с БССР. Они боролись за воссоединение, за то, чтобы мы жили в одном государственном организме в составе в данной ситуации, конечно, в составе БССР. Это был их идеал. Они к этому стремились. И это отрицать нельзя. После военной десятилетия мне, я сам из Западной Беларуси, я общался с многими людьми, с верстиками моего деда. Они ни разу не сказали, что ай, как было хорошо при Польше, а вот пришли Советы, стало все плохо. Этого не было. Не вспоминали, не было такой народной памяти. По крайней мере, чтобы это сквозило, как этот тренд был такой, ну, я не встречал. Хотя, опять же, можно сказать, что у меня была заинтересованная аудитория. Мой дед в своей юности был комсомольцем, подпольщиком. Прошел через Вилейскую политическую терну, через Лукишки два года. Он боролся за воссоединение. И его многие друзья боролись. И боролись это по линии матери, по линии отца то же самое. Они участвовали в этом движении. И это не единичный случай. Это было достаточно массово. А вот как раз единичный вспоминали те, кто поддерживал польскую власть. Их подозревали со связи с дефенсивой польской тайной полиции. Всегда, когда люди эти вспоминали, те события, они немножко с какой-то иронией вспоминали тех людей, которые сотрудничали с польской властью. Ну, было такое. Но я из православной деревни, из того района Молодичинщины, который был православным. Понятно, где преимущество было католиков, чуть-чуть могла быть другая ситуация. Но все-таки польские власти проводили исследования, и они видели, что даже католики, белорусские католики, конечно, не все поддерживают польскую власть, а не за власть и за жизнь в едином организме Беларуси. Поэтому, да, это присутствовало разное. Получается, итогом, это было уже воссоединение в 1939 году в Западной и Восточной Беларуси, и, как вы говорите, Красную Армию встречали с цветами. И не зря уже в пост военный период многие улицы и площади населенных пунктов были названы улицей 17 сентября. И это продолжается. продолжается сейчас. Это праздник народный, массовый, и мы продолжаем чтить память тех людей, которые, в том числе, боролись и погибли, чтобы Беларусь объединилась. Как итог, что вы можете сказать объединения? Что стало лучше, хуже для одних и для вторых? Ну, то есть, были и те, кто Польшу поддерживал, и те, кто все-таки РСФСР. Я думаю, что, да, Народное Собрание Западной Беларуси заседало в Белостоке, и там были приняты определенные решения, в том числе и то, что по поводу дня 17 сентября, все-таки этот день, и он отмечался, и даже первые послевоенные годы его вспоминали, как праздник, и улицы появились, и название предприятия было имени 17 сентября в честь освободительного похода Красной Армии. это безусловно присутствовало. Присутствовало такое очень позитивное отношение, хотя постепенно это отходило на второй план, потому что Польская Народная Республика не очень воспринимала эту ситуацию. Долгое время мы не могли сделать именно эту дату в качестве праздника Общего государства как Дня Народного Единства, хотя еще после военной десятилетия многие еще жившие участники подполья борьбы в Западной Беларуси, они мечтали, они хотели для того, чтобы день 17 сентября стал таком признанным праздником, который объединял бы всех белорусов. И об этом высказывался неоднократно Владимир Зинонович Царюк, участник подполья, тот человек, который прошел через тюрьмы, сидел вместе с Притыцким, Впоследствии в годы Великой Отечественной Войны один из руководителей партизанского движения на территории Беларуси, герой Советского Союза, это была его мечта, он надеялся, что будет такой праздник, да и не только он, очень многие. И очень хорошо, что все-таки именно этот день избрали в качестве такого, возможно, дня, который объединяет. Освободитель поход Красной Армии, он не был таким кровавым. Да, были отдельные боестолкновения с польской охраной, с польскими стражами, пограничниками, были, но это были единичные случаи, в целом, таких серьезных боев не наблюдалось, и Красная Армия достаточно быстро освободила Западную Беларусь, и абсолютно большинство населения позитивно восприняло, и они ожидали и ожидали новой жизни. 1939-1941 год, те преобразования, которые были в Западной Беларуси, они были достаточно, даже мы все помним ситуацию в БССР, но тем не менее здесь была достаточно либеральная ситуация. Даже те, кто сотрудничали с польскими властями, да, отдельных вынуждены были депортировать, то есть польская лесная стража и ряд других, да, были такие, которые не принимали советскую власть, но не было массовых репрессий в отношении их, то есть их вывозили в другие районы Советского Союза, да, это было, но впоследствии они имели возможность вернуться на территорию Польши после военной период в первую очередь. Поэтому я не скажу, что то, что действовало здесь на территории Западной Беларуси армия Коррёва, особенно в годы Второй мировой войны, да, они действовали, да, в определенной мере имели поддержку среди местных жителей, но опять же это зависело от позиции конкретных формирований. Они были антифашистскими или они в том числе участвовали в карательных операциях против мирных жителей в зависимости от их национально-культурной направленности и принадлежности. Но давайте вспомним, опять же вернемся к народной памяти, как белорусы в массе своей воспринимают название Аковица. Есть очень положительное восприятие, вы слышали такое? Я не слышал. По крайней мере, мои, мои люди, с кем я общался, Аковица, это был синоним где-то в чем-то более отрицательном смысле, нежели как герой-свободитель. Поэтому здесь, конечно, ситуация была очень разная и нельзя так однозначно оценить, но тем не менее основное и непреложным для нас должно быть одно. 17 сентября это та дата, которая нас объединяет, объединяет белорусский народ, белорусов. Это уникальный случай, когда волей и судеб нам удалось объединить страну. Страну в одном организме. Белорусская Советская Республика. Теперь Республика Беларусь. Но это наша страна, это наша Родина. И то, что произошло в 1939 году, это уникально даже по самому каким образом это происходило. То есть фактически малокровно или фактически бескровно. Это уникально. Объединения таким образом не происходили в других к региону. Опять же, обращаясь к межвоенному периоду, где-то с определенными вещами мы должны возвращаться к более раннему периоду. Потому что, когда формировали какую-то политику, польские власти обращались к предыдущему опыту. А как было раньше? А вот вы же, мы же с вами. Да, на практике оказывалось это другое. То есть не было войн до того. Да, не было. Но, опять же, польские власти, введя войну против советской России, они выступали как форпост. Но, опять же, надо учитывать, что никогда вот войны на восток конечном итоге не промосили пользы польскому государству. И опыт тех многих столетий этого показывает. Как бы там ни было, это было так. Я даже вот читал воспоминания Ряда Осиповича Церюк, это сестра Сергея Осиповича Притыцкого. Это моя дека. Человек, который очень хороший организатор была исторической науки. Замечательный человек. Я только с теплотой вспоминаю ее. Она написала незадолго до своей смерти воспоминания. Воспоминания о своей семье, о Сергею Осиповичу Притыцком. Мне казалось, тогда, когда я был студентом, я ее видел и думал, о, это советский бомонд, у них все хорошо. Но когда я прочитал ее биографию, я понял, какая была трудная жизнь. Как было нелегко Ирида Осиповне, потому что лишение Первой мировой войны. И когда они вынуждены были направиться в беженство, Ирида Осиповича потеряла свою старшую брата. А Сергея Осиповича, ну, она родилась после его смерти. А Сергей Осипович, наверное, знал, а брат участвовал активно в советском движении. Участвовал в тех событиях 17-го года. И как раз он, не жалея себя, что называется, участвовал, поэтому простудился и умер. Тяжелые были годы. Очень нам сложно иногда воспринимать, насколько это были годы динамичные, тяжелые, но в то же время они воспринимались, особенно молодежью с надеждой. Они видели, вот оно, будущее, светлое, вот сейчас, завтра будет. Они жили вот этим. И Ирина Осиповича пишет об этих событиях. Она пишет, как было в межвоенной Польши. Что население просто так пошло, партизаны участвовал в движении. Если бы им все устраивало, зачем? Нельзя говорить о том, что Советский Союз не сперевал в движении. Люди не обманешь. Если бы они не захотели, они бы это не поддержали. То же самое и Сергей Осипович Пратыцкий. Он участвовал. И это было тоже, вот как можно оценить, как родители сына приварили к смертной казни, как, каково было их на душе, как они ждали. И мать не дождалась, она умерла. Они же родом были с территории сегодняшней Белосточины. То, что за Бугом, а многие очень деятели национального движения как раз были из-за Буга. То, что сегодня говорят Балосточин от Польска, да, там было много белорусов, и которые себя воспринимали именно как белорусы. Вообще это Паранище это уникальный район, об этом тоже надо отдельно говорить, уникальнейший, что польско-белорусское Паранище, что польско-украинское Паранище, это уникальный район, православный район. польско-белорусское польско-белорусское польско-белорусское